1 февраля закончится обсуждение законопроекта об образовании, инициированное в интернете самим президентом Российской Федерации. Обсуждение, естественно, было за пределы сети, и сегодня молодежная яблока решила обсудить его в своем офисе. Мы долго его искали, но все-таки его нашли, чтобы узнать о том, кто туда пришел, о чем говорили и к чему все это приведет. Дело в том, что этот закон уже потерпел некоторые изменения, если вы знаете. Там есть некоторые истории в обсуждении. Сначала они его опубликовали на сайте, потом стали обсуждать не в этом рамках, как сейчас. И союз директоров регионально собирались, в частности, и вносили большое количество предложений. Часть этих предложений уже была учтена, и тот законопроект, который они повесили на сайте законопроекта 2010, он уже кое-что там исправил. Но они же давно нашли этот сайт. Но не все. Поэтому там много интересного. Исходить нужно как бы из самого рабочего места студента, то есть из университета. Именно в университете должны создаваться самоорганизованные группы, которые будут искать союзников, вот как я там рассказывал, про столовые, или про карточки проездные, или про общежитие, интернет и все остальное. То есть сейчас, когда есть интернет, я думаю, все это очень несложно. Весь интернет кишит недовольством студентов по разным конкретным поводам. Эти разрозненные массы нужно объединять как бы неполитическим организациям, каким-то студенческим лидерам, каким-то вновь возникающим, может быть, сразу же после этого пропадающим студенческим организациям, и стремиться действовать вот такими более партизанскими методами. Первый минус законопроекта заключается в том, что он направлен не на решение проблем образования, а на решение финансовых проблем, которые стоят перед государством. Этот законопроект является свидетельством о том, что государство осознает кризис в области финансов, которые сейчас есть. Государство не может взять на себя не только долгосрочные, но и среднесрочные обязательства. Второе, значит, это линия на сокращение академических свобод, которые существуют в университетской среде, вплоть до назначения ректоров федеральных вузов, федеральных университетов, чего не было даже в советские времена. Да, у этого законопроекта есть положительная сторона, это стремление унифицировать, скажем, российскую систему образования зарубежной, хотя и не во всем там это происходит, но, по крайней мере, стремление такое есть. Это стремление поддержания академической мобильности, это стремление, например, развития таких достаточно передовых способов финансирования образовательной деятельности, как, скажем, образовательные кредиты. Нет, потому что, к сожалению, наши официальные профсоюзы этим не занимаются, они в этом не заинтересованы. Профсоюзы свободные, они достаточно слабы. А единственные структуры, которые действительно на это влияют, это региональные союзы ректоров. Вот они действительно очень активно работают здесь, они вносят свои предложения очень активно. Многие предложения очень здравые. Что касается меня как гражданин, как члена партии «Яблоко», я, конечно, такую возможность имею, мы готовим эти поправки вместе, в частности, я готовлюсь вместе с Александром Владимировичем Шашловым. Во-первых, то обсуждение, которое идет в интернете, оно довольно-таки чахлое, вялое. Людей это не то, что не интересует, просто им лень читать 200 трензакона. Даже депутаты, которые на обсуждение этого закона говорили, ну вот, сделайте его хоть поменьше, чтобы мы смогли его прочитать каким-то образом. А так вот, то есть, никто туда не идет, чтобы его прочитать. Нашей организацией мы занимаемся тем, что пытаемся хоть как-то привлечь молодежь к этой проблеме, что обсудить закон образования, потому что на самом деле это очень важно, привлечь общественность к тем проблемам, которые сейчас есть. Но опять же, повторю фразу Живанецкого, которая мне очень нравится, что отзывы на нашу передачу мы напишем сами, не волнуйтесь, ваше мнение нам известно. Так вот, не хотелось бы, чтобы это происходило таким образом, чтобы к мнению людей все-таки прислушивались, потому что там достаточно много очень таких тонких мест и очень много неправильных мест. И вообще, этот закон, по идее, можно было свести к двум пунктам. Первый пункт, он звучит, что Министерство образования может сделать все, что угодно, если захочет, а второй пункт, смотри, пункт один. Идея хотя бы хоть какая-то, что надо как-то все упорядочить, структурировать, это, в принципе, здравая идея. Другое дело, что каких-то позитивных сдвигов мы не видим. Те конкретные нормы, какие-то гарантировали права студентов, хотя бы 5% от размера степеней за общежитие. Вся эта конкретика ушла, очень много перекладывается на решения различных исполнительных органов, будь то ВУЗ, будь то правительство, Министерство образования. И вот какого-то положительного эффекта я не вижу. Надо прямо сказать, что студенты не очень доверяют политическим организациям. И, наверное, то, что их проводит политическая организация, Яблоко, наверное, это отчасти оттолкнуло. Но действительно, у нас многие студенты, к которым мы договаривались, они хотели прийти. А вот некоторые дошли попозже. Но банальная лень. Это действительно большой документ, в котором сложно разбираться. Итак, Молодежное Яблоко обсудило законопроект об образовании. Если же вы хотите обсудить его, но, к сожалению, не было ни желания, ни возможности прийти сегодня в далекий и труднодоступный офис в организации, вы можете посетить сайт законопроекта. Только учтите, у вас осталось 10 дней. Николай Овчинников, Андрей Разумов. Специально для ГАУДО.ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова